Шалом и добро пожаловать на Вахафта, Исраэль. Это еврейская фраза, означающая «Возлюби Израиль». Надеемся, что вы останетесь с нами следующие 30 минут, в то время как наш учитель, доктор Барух, делится своим разъяснительным учением из Библии. Доктор Барух — старший лектор в институте Зера Аврахам, расположенном в Израиле. Хотя все курсы преподаются в институте на иврите, доктор Барух с удовольствием поделится этим еженедельным обращением на английском, Чтобы узнать больше о нашей работе в Израиле, пожалуйста, посетите наш сайт loveisrael.org. Набирается как одно слово loveisrael.org. А сейчас доктор Барух с сегодняшним уроком. Какая цель собрания искупленных? Собрание искупленных — это верующие, последователи, ученики Мессии Иешуа, Иисуса Христа. И я использую этот термин, но может быть вам более знаком термин «церковь». Я хочу несколько минут поговорить о термине «церковь». Мы знаем, что на греческом это слово «экклесия» и означает «быть призванным». И нам надо понять, что термин «экклесия» сходен с тем, что произошло с Авраамом. Когда в 12 главе книги «Бытие» он получил призыв выйти из своей страны, из своего города, из своего родства, культуры, всего, что он знал, потому что Бог захотел принести изменения в его жизнь. Та же самая истина и для вас. Если вы откликнетесь на призыв Евангелия, Мессия хочет принести изменения в вашу жизнь, и он выведет вас оттуда, где вы чувствуете себя удобно. Он выведет вас в новую жизнь. Этот термин «экклесия» «быть призванным», как я сказал, указывает на Авраама, когда он получил свой призыв войти в завет с Богом. Но также он говорит и о сынах Израилевых. Мы знаем, что Библия, а именно Ветхий Завет, написана на иврите. Но еще до рождения Мессии был произведен греческий перевод «Слова Божьего». И когда речь шла о собрании, вышедшем из Египта о сынах Израилевых, использовался термин «адат-Израэль». А что это? Это термин, обозначающий призванных быть свидетелями. Зачастую термин переводится как «собрание». Но означает «свидетели Израиля». И я хочу, чтобы вы поняли, что в греческом переводе, который использовался, назывались свидетелями Израиля те, у кого был опыт Пасхи, те, кто вышли из рабства. В греческом языке используется термин «экклесия», откуда мы получили наше слово «церковь». И я хочу подчеркнуть вот что. Как верующим, последователям Мессии, нам был дан призыв, нам было дано призвание, это призвание служить Богу, следовать за Ним, исполнять Его Слово. И в этом процессе у нас будет свидетельство. Мы будем нести свидетельство о силе Божьей, истине Божьей. Будем вести себя согласно знанию Божьему. И я хочу на этом занятии посмотреть местописание, которое учит нас, дает нам описание того, как верующие в собрании искупленных церковь должны вести себя. Мы продолжаем наше изучение послания Павла к Колоссянам, и на прошлой неделе мы закончили вторую главу. Сегодня мы начинаем третью главу. С этими словами откройте свою Библию. Послание к Колоссянам, третья глава. Мы увидим наставление Павла этой церкви, но то, что он пишет, относится и ко всем верующим. Мы должны иметь хождение, поведение, образ жизни, свидетельство, угодное Богу, признающее Его силу и власть в нашей жизни, проявляющее помазание Святого Духа и славу Божью. Итак, начнем. Послание к Колоссянам, третья глава, первый стих. Мы читаем здесь. Итак, и в большинстве Библии сказано «если». Мне слово «если» здесь не нравится. Греческое слово лучше перевести как «поскольку». Итак, «поскольку вы были воскрешены со Христом». И вот ключевой момент. Ясно, что Павел здесь говорит верующим и только верующим. Так что вопроса нет, были ли мы воскрешены, но тут сказано «и так, поскольку мы были воскрешены с Мессией». И вот ключевой момент. Слово «воскрешены» стоит в пассивном залоге, что значит, что мы не могли этого сделать сами. Что-то было сделано для нас, и мы знаем, что это было. Это было Божье прикосновение и искупление в нашей жизни. Его спасение, Его избавление через кровь Сына Его. Вот что дает нам жизнь, новую жизнь. И я хочу, чтобы мы увидели, что это дает нам очень конкретную жизнь. Жизнь, жизнь, которая исполняет цели Мессии. Мы приглашены, и нам велено исполнять Его дело. И так тут сказано. «И так, поскольку вы были воскрешены с Мессией, ищите горнего». И это язык повелений, заповедей. Бог не предлагает, не просит, чтобы мы делали это, но повелевает искать горнего. Как вы думаете, о чем говорит Павел, когда говорит горнее? Ответ. О том, что относится к Царству Божьему. Чем больше я изучаю Слово Божье, тем больше я убеждаюсь в том, что главное послание этой книги — это послание о Царстве. Так же, как Бог вывел сынов Израиля из Египта, сказав, «Не здесь вы призваны быть. Не это моя воля для вашей жизни». Так же Он говорит и в книге Откровения, «Народ мой, выйди из Бавилона». Это также образ места изгнания, образ последствий греха. Бог не хочет, чтобы мы жили под бременем последствий греха. Он хочет, чтобы мы жили новой жизнью, жизнью, которая отражает истину, характер, силу и славу Царства Божьего. А потому Он увещевает нас в Писании. Он говорит, «Ищите горнего, где Мессия». И вот простой факт. Когда мы следуем за Мессией, наша страсть, наше желание быть с Ним, иметь близость, иметь общение. А что это значит? Это значит, подчиняясь Его воле, вы будете переживать Его присутствие в своей жизни. Но и обратное этому утверждению также верно. А именно, если мы не ищем Его целей, не ходим Его путями, не следуем Его истине, что будет? Мы не будем переживать Его присутствие. Вопрос тут не о спасении. Это не значит, что наши грехи перестанут быть прощенными. Но это значит, что у нас не будет близости с Мессией. Мы не будем наслаждаться Его присутствием. Вы спросите, «А как мне знать, что в моей жизни есть Его присутствие?» Очень просто. В другом своем послании Павел говорит о мире превыше всякого ума, или понимания. Мы читали об этом несколько недель назад, изучая послание к филиппийцам. Павел говорит, «У меня есть сила и крепость, благодаря которым он доволен в любой ситуации». Переживаемые отношения с Богом дают нам радость, довольство и уверенность в том, что Божья сила ведет нас к изменению и совершению Его дела. Когда мы делаем это, у нас есть ощущение внутреннего удовольствия, радости, о которой говорит Писание. Снова читаем первый стих. «Итак, поскольку вы были воскрешены с Мессией, то ищите горнего, где Мессия». А где Мессия? Обратите внимание, тут сказано, «По правую руку Бога был посажен». Вот ключевой момент. Заметьте, как нам открыта последняя часть стиха. Язык, грамматика очень важны. Павел говорит о том, где находится Мессия. Он говорит, «По правую руку Бога был посажен». Означая следующее. Писание говорит, что Мессия не считал, что равенство с Богом это то, что ему надо было приобрести или взять, потому что он есть Бог. Всегда был, есть и всегда будет. «Сын Божий есть Бог». Тем не менее, он смирил себя, опустошил себя, приняв образ слуги, облегшись буквально в человеческую плоть. И вот послание. Он сделал это, смирив себя. Он стал совершенным примером для вас и для меня. То есть, он ничего, ничего не сделал по своей инициативе. Он пришел исполнить не свою волю, но волю пославшего его. Этот термин часто появляется в Писании, особенно в Евангелии от Иоанна. «Пославший его», то есть Бог Отец. «Его подчинение показано как пример нам». Это показывает нам, что люди призваны вести себя в послушании и покорности Слову Божьему, воле Божьей, истине Божьей. Читая это местописание, мы видим, что тут не сказано, что он сам сел по правую руку Бога, а что он был посажен. Вот что это показывает. Придя, Мессия жил в послушании Богу и в совершенстве исполнил его волю. Он смирил себя, пошел на крест, умер на нем. Все это он сделал как часть своего служения. И по причине его верности, послушания, подчинения, Бог посадил его, и вот ключевой момент. Имел ли Мессия право на это место по причине того, кто он есть, Сын Божий? Да, имел. Но суть в том, что он не занял это место. Он не взял его, но это место было дано ему Небесным Отцом, Который одобрил все, что он сделал. А откуда мы знаем, что он одобрил все? Отец воскресил Мессию из мертвых. То, что Бог Отец воскресил Сына из мертвых, это печать одобрения на личности и деле Мессии. И здесь мы видим, что он был посажен. Не он занял это место, не посадил себя на него, но был посажен туда, и это подтверждение для читателя важной библейской истины. И что за истина? Очень просто. Послушание Богу приводит нас к близости с Ним. И внимательно посмотрите, что тут сказано. «По правую руку Бога». Это место предпочтения. Это место, где Бог будет отвечать благоприятно. Итак, Он там, и мы знаем, что Он там делает. Он Мессия Иешуа, ходатайствует за вас и за меня. Так что, приходя к Богу в молитве, мы делаем этого имя Мессии Иешуа. Эти молитвы Сын слышит и приводит их в позицию предпочтения. Он приносит их Своему Небесному Отцу, если они в согласии с Его целями, Он с благоволением действует в нашей жизни, чтобы осуществить их. Итак, Мессия по правую руку посажен по правую руку Бога. Посмотрите второй стих. Следовательно, на основании этого, поскольку Мессия на небесах, то мы должны, вот ключевой момент, мы должны помышлять о Небесном. Павел говорит о горнем помышляйте, об относящемся к Царству Божьему к Небесам. О горнем он использует слово «помышляйте». Подумайте об этих вещах, размышляйте о них. Пусть они будут в центре вашей жизни. Истинно-царство. А истинно-царство всегда связано с целями Бога. Вы спросите, «Как мне знать, где найти цели Бога? Как мне узнать, что это за цели? Как признать их?» Очень просто. Вы признаете цели Божьи, и вот ключевой момент. Вот каким образом вы делаете это через заповеди, которые находятся в Слове Божьем. Эти заповеди есть инструкции. Они говорят нам, что делать и чего не делать. Чтобы мы могли вести себя так, как это угодно Богу, и чтобы Он сказал, «Хорошо». И вот ключевой момент. Это осуществляет волю Божью в вашей жизни, осуществляет Его действия, Его служение вам, Его обеспечение. Все эти вещи для того, чтобы вы могли переживать, и это мне нравится, чтобы вы могли переживать благословение Божье. Поймите, читая начальные главы Библии, мы видим, что Бог благословенный Бог, который хочет благословлять людей. Это объявлено, открыто, провозглашено в Авраамическом Завете. И затем, поскольку люди утратили веру, не действовали в послушании истине Завета, обетованием, которое содержал в себе Божий, Авраамов Завет, Павел говорит нам, что по этим причинам, Бог через Моисея дал закон, чтобы вернуть нас к вере, показать наше несоответствие, недостаточность, чтобы мы знали, что сами по себе мы не можем угодить Богу. Нам необходимо искупление. И этот Завет Царства, давайте скажу так, Авраамический Завет это Завет Царства, который человек инициирует, вводит свою жизнь через веру. Это Библия говорит нам в книге Бытие 15.6. Этот Завет произвел такое изменение в жизни Авраама. Именно это Бог хочет сделать в нашей с вами жизни, произвести изменения. Снова посмотрите второй стих. Павел говорит, о горних вещах помышляйте, а не о вещах, которые на земле. Так что не будьте поглощены земным, не будьте поглощены вещами этого мира. Я говорю о материальном. Враг. А у нас есть враг, и он часто действует в вашей жизни, в моей жизни, стараясь отвлечь нас от того, что относится к Царству Божьему. А что он делает? Мы знаем, что он отец лжи. И слово, которое я люблю использовать, это слово подмена. Вот что он делает, подражая благословениям Божьим, предлагает нам подмену. Нечто такое, что нереально, что не даст удовлетворения, что не обращается к сокровенному, внутреннему человеку, но говорит нашей плоти. А если нами правит наша плоть, то мы на пути к катастрофе. Вам следует это отметить для себя. Очень важная истина. Когда вами управляют ваши плотские желания, вы стремитесь к тому, что хотите, думая, что имеете на это право, и вы стремитесь к своей так называемой судьбе. Позвольте мне сказать вам, ваша судьба, как вы воспринимаете ее в своем случае, была вложена туда врагу. Это от сатаны. Только когда вы слушаете Бога, когда получаете наставление Слова Божьего, когда вас учит Дух Святой, только тогда вы открываете, или лучше сказать, получаете откровение о плане Божьем для вашей жизни. Мне вообще не нравится слово «судьба». Это слово создано людьми. А нам нравится идея о цели Бога. Это и есть ваша судьба. Следовать, подчиняться целям и планам Бога. Павел говорит, не помышляйте о вещах этой земли. Посмотрите третий стих. Почему? «Ибо вы умерли, и позвольте мне указать на что-то». Бог приведет все эти материальные вещи, внимательно прочтите книгу Откровения. Бог все эти материальные вещи приведет к концу, Он уничтожит их. Так зачем трудиться, бороться и усердствовать ради того, что Бог в конечном итоге уничтожит? Нет, ищите другого, того, что в Его Царстве, благословении свыше, которое есть у Бога. Итак, Павел говорит, «Ибо вы умерли, и жизнь ваша, мне это нравится, ваша жизнь сокрыта с Мессией». Это ключевой момент. Если вы хотите иметь жизнь, угодную Богу навечно, тогда ваша жизнь сегодня должна быть сокрыта с Мессией. Если это не так, то вам надо прийти к вере. Вам необходимо исповедать свои грехи, уверовать во вседостаточность дела Мессии, которое Он совершил, когда умер на кресте, отдав свою жизнь как жертву для того, чтобы нам иметь измененную жизнь. И Слово Божье свидетельствует об этой реальности через воскресение Мессии. Вот с чего мы начинаем. Поскольку вы были воскрешены, у вас есть новая жизнь, жизнь Мессия. И потому здесь сказано, снова посмотрите третий стих, «Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта с Мессией Бога». Почему тут сказано «Боге»? Я понимаю, что в других переводах может быть сказано не «вы», а «сы», но для лучшего понимания надо переводить как «вы». Почему это так? Потому что «вы» относится к завету. Мы имеем эту сокрытую жизнь. Этот новый опыт, эту совершенную надежду, которая никогда не разочарует нас. Потому что через Мессию мы вошли в завет с Богом. Мы в отношениях завета. Вот о чем он говорит здесь. «Жизнь ваша сокрыта с Мессией в Боге». И дальше он говорит, посмотрите четвертый стих, «Когда же Мессия явится?» Нет. Когда он будет явлен. Опять-таки, предложение стоит в будущем времени пассивного залога. Я много получаю писем от людей, задающих вопрос, «Почему вы столько уделяете внимание грамматике?» Некоторым людям трудно понять эти грамматические термины, но это важно. Это часть Слова Божьего. Так Дух Святой открыл свою истину. Нам необходимо уделить время и серьезно воспринимать Слово Божье. И это может означать, что придется поучиться и грамматике. Тут сказано, очень важно, снова посмотрите четвертый стих. Когда же речь идет о нашем блаженном уповании, когда Мессия вернется, пока еще не в Иерусалим, не установит свое царство, но чтобы собрать своих последователей, чтобы дать нам новое тело, чтобы избавить нас от грядущего гнева. Итак, мы читаем здесь и это великое обетование. Тут сказано первое слово четвертого стиха Готан, то есть когда бы ни. Почему это слово использовано здесь? Очень просто. Одни же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец. Вот почему тут сказано когда бы ни. И далее еще один важный аспект. Когда же Мессия, обратите внимание, что тут сказано, будет проявлен, будет сделан явным. Если ваша Библия излагает не так, то это не самый правильный перевод, потому что конструкция стоит в пассивном залоге и говорит нам вот что. Мессия ждет, помните, что я сказал ранее? Он ничего не делает по своей собственной инициативе. Но что слышит, что повелевает его Небесный Отец, какова его воля, это Мессия и делает. Таким же образом он по правую руку Небесного Отца на престоле Божьем. И что он делает? Он ходатайствует. Он продолжает служить нам через Духа Святого, через Духа Святого. Но он ждет, когда его Отец даст повеление вернуться и собрать. Вот почему сказано, что он будет проявлен или сделан явным. Это показывает его подчинение Отцу. Когда же явится, то есть будет явлен Мессия, жизнь ваша, тогда и вы с ним. Посмотрев на предлоги, мы снова и снова видим акцент на слова «с ним». Мы в отношениях, в отношениях Завета с ним. Эти вещи в английском переводе нередко игнорируются. но это очень важно. Павел говорит, когда Мессия, жизнь ваша, или буквально жизнь наша, будет явлен, тогда и вы вместе с ним будете явлены. Как? Вы разве не любите это, что мы явимся в славе? Какое это чудесное обетование? Я думаю, что большинство людей, если спросить их и сказать, а вы будете в славе Божьей, хотите этого? Если бы вы прошли по улице и спросили людей, неважно, какая это страна, на каком языке в ней говорят или еще что-то, вы заинтересованы быть в славе Божьей? По моей оценке, к сожалению, большинство людей не будут делать никаких изменений в своей жизни ради этого опыта. Как это глупо с их стороны? Ведь быть в славе Божьей, и вот все больше людей сегодня, эта эпидемия разрастается. Если вы живете в Америке, вы видите этот кризис с опиоидами. И что это? Люди принимают лекарства по рецептам, главным образом обезболивающие. Почему? Потому что их мучает внутренняя боль. И эти лекарства, неважно какого они типа, будь это опиоиды, или еще что-то, или будь это алкоголь, или образ жизни, которому они следуют, но знаете для чего это? Попытаться исцелить внутреннюю боль. Но они это делают неправильно. Они делают это разрушительным для себя образом. мы видим, как люди умирают от различных зависимостей. Мы видим, как они из-за этого разрушают свою жизнь. А какое решение? Очень простое. Быть в отношениях завета с Богом через Мессию. И величайший опыт, это чувство, что вы в царстве, и вы будете это знать всегда, вовеки, вечно. Это будет ваше вечное состояние. И что это? Как и сказано тут. Это наше блаженное упование. Это то, что мотивирует нас быть верными, слушаться Бога и слушаться Его. Потому что Писание говорит, когда же будет явлен Мессия, жизнь наша. Вы слышали это? Он наша жизнь. Дальше сказано, вы также будете явлены. Это наше вечное состояние. Вы будете явлены в славе. и позвольте мне смело провозгласить, ничего лучше этого быть не может. Но если ваша вечность не включает в себя пребывание в славе Божьей, вы будете крайне несчастным всегда, вовеки, всю вечность. Пребывание в славе – великое ободрение. И Павел, чтобы мотивировать нас через эту истину, говорит нам жить по-другому. А как? Жить не на основе вещей этого мира, не стремиться к материальному. Нуждаемся ли мы в материальных вещах? Конечно. Но тут необходима скромность, баланс, как обеспечит Бог, а Он может дать обильное материальное обеспечение. Но вот ключевой момент. Мы призваны быть добрыми управителями, и материальные вещи никогда не должны овладевать нам. Мы никогда не должны принимать решения, основываясь на материальном, но всегда на духовном. И мы, как Мессия, как Он был покорен Небесному Отцу и ждет от Него повеления для наступления этого славного момента, так и мы. Надеемся, что вы получили пользу от сегодняшнего послания, и что вы поделитесь им с другими. Пожалуйста, запланируйте присоединяться к нам каждую неделю в это время и на этом канале, чтобы посмотреть нашу трансляцию loveisrael.org. Чтобы узнать о нас больше, зайдите на наш сайт loveisrael.org. Там вы найдете статьи и многие другие лекции Баруха. Эти лекции в форме видео. Вы можете загрузить их или смотреть в потоковом видео. До встречи на следующей неделе. Да благословит вас Господь в нашем мессии Иисусе в вашем хождении с ним. Шалом из Израиля.